Те, кто хотят посмотреть фильм про отдых у моря, вам точно не сюда. Про море я рассказывать не буду, да и отдыхать я не люблю на лежачках. Каждый август мы с друзьями отправляемся на необитаемый остров в центре Нижней Волги. И мой фильм сегодняшний про это, про то, как мы отдыхаем, как устроен наш лагерь, как организован быт и, конечно же, про рыбалку. Насколько все-таки все относительно. Если едешь на лодке 40 км в час, это кажется прям летишь. А когда тащишься в пробки, да еще за день до выезда на Нижнюю Волгу, ребята, это неимоверная мука. Кажется, что просто стоишь на месте. В день отъезда основной задачей является забить свой автомобиль под самую крышу тем, что может пригодиться и не пригодиться на острове в нашем походе. Ну что, друзья, в этом году даже все поместилось. Личные вещи, правда, еще не упаковывали. Но я думаю, что мы вместо куклы на капот привяжем. Тоже будет нормально. Будем не сильно отличаться от других рыбаков, которые едут на Нижнюю Волгу. В этом году получился фулл комплект. Машина под самую крышу. Ребята, последние упаковки. Это тормозок в дорогу на двоих. Вот такой маленький тазик еды. Не знаю, хватит нам или нет. Ну, если не хватит, вот еще один пакетик есть. Так что с голоду в дороге точно не помрем. Как вы видите, традиционным способом машину уже упаковывать не получается. Поэтому приходится добивать ее вот так вот через окна. 12 часов дороги пролетают как один миг. А все потому, что уже скорее хочется добраться до нашего любимого места. На ночь мы традиционно останавливаемся у наших друзей в Волгограде. А завтра утром последние 200 километров дороги и переправа на наш остров. Ну вот начались последние метры, я бы сказал, нашего пути, ребята. Осталось метров 200, 300, может быть, 400. Как всегда, это будет дорога в волшебный каньон, который традиционно присутствует в моих видео. Каждый год езжу и каждый год поражаюсь этому природному явлению. Ну, смотрите сами. Волга сегодня, ребята, волнуется. Ой, ребята. Да, сегодня ветрено. Перебираться будет непросто. Ну, где наш не пропадало. А нам, ребята, вон на тот остров. Несмотря на ветер, переправились мы без приключений. Ну, а к вечеру и ветер стих. И мы встали на том самом месте, где и хотели. И это чудесное событие мы уже традиционно решили отметить раковой вечеринкой. Ну, а с первыми лучами солнца скорее на речку, ловить самов. К слову сказать, такая безмятежная погода нас радовала всего лишь несколько дней. В основном дул ветер. Но эти несколько дней, которые удалось половить сама, не были безуспешными. И рыбалка нас порадовала хорошими трофеями. Ну, палатки, конечно же, надо поставить место поэстетичнее, чтобы утром просыпаться, видеть Волгу. Ну, а лагерь наш, ребята, вот под этими высокими деревьями. Сейчас я вам покажу, как он у нас устроен. Очень уютно. Вот такой вот у нас незамысловатый лагерь получился. Тент мы используем исключительно как склад для хранения всяких наших там вещей, потому что летом он не нужен. В нем жарко, даже несмотря на то, что он продувается. Вот сидим вот под таким тентом, гораздо функциональнее. Вот там у нас посуда хранится. Здесь вот тарашечка вялится. Хлеб, чтобы мыши не съели. Ну, а палатки раскиданы по всему участку. Вот, ребята, отдельная песня. Вот эта вот, получается, гибкая штучка, которая занимается электрификацией нашего лагеря. Хочу вам сказать, что очень ценное приобретение. В этом году мы с ней первый раз. Я очень доволен. Если говорить о том, на чем мы готовим пищу, то у нас два основных устройства. Первое, это, конечно же, газовая плита. Вот с таким вот 10-литровым баллончиком. И это долгое время являлось нашим основным вообще просто источником тепла, огня, на котором мы готовили. Здесь хочу сказать, ребята, что когда сильный ветер, на этом вообще практически невозможно готовить. Поэтому мы немножечко поменяли нашу концепцию. И вот теперь вот этот вот очаг для нас это, ну, как бы самое главное. В паре вот с этим казаном, ребята, это самое удобное вообще средство, чтобы приготовить супчик, плов, да, чего хотите. Без гигиены на острове никуда, поэтому тут же, недалеко от кухни, мы пристроили умывальник. От туристов, которые стояли на этом месте здесь до нас, нам остался вот такой погреб. Ну, типа в этом погребе все хранится лучше, здесь не так жарко и так далее. Ну, наверное, это частично решает проблему. Мы перестали пользоваться этим сооружением, фортификационным, я бы так сказал, по той причине, что у нас в лагере обнаружились мышки. Вот, видите, вот их норка. Вот здесь вот среди этих вот веток они вообще тут бегают просто друг за другом стайками. Поэтому я посчитал так, что нет, лучше пусть наша еда остается целехонькой. Все достаточно просто. Вот у нас лежат всякие фрукты, овощи, которые мы с собой привезли. Дыньки, арбузы. Ну, винишко всевозможное, как же без этого. Ну, а тут там тушенкевич, молочко. Все остальное мы разложили вот по таким контейнерам. Хочу вам сказать, что питаемся мы, конечно, в основном рыбой. Поэтому всякие там тушенки, макароны были востребованы только первые, ну, первые два дня, получается. Сейчас почему-то мы вообще к этому не прикасаемся. Наверное, рыба тоже когда-то надоест, но не сегодня. Вот уже сделали такого копчененького сома, и щучьей котлетки, и жареного сома. Ну, короче, всевозможная рыба тут у нас присутствует. Часть лагеря у нас на берегу, и это очень важная часть, потому что здесь у нас происходит подготовка к рыбалке. Вот наша лодочка. Самая простая. 3.40, баджер, десятка мотор, меркурий. Для двоих самое то. Вот это вот, ребята, стратегический запас наших ракушек, на которых мы ловим сомов. Как-то они подсохли, надо их водичкой бы залить. Ну, и вообще вода падает уже третий день подряд. Ну, и, конечно же, столик, как без него, потому что на нем и посуду помыть, и рыбку почистить. Ну, а вот там вот, вон, под теми деревьями находится наш лагерь. Красивейшее место на Нижней Волге, друзья. Вот туда, вот до берега, откуда мы переправлялись. Примерно километр. Мы находимся посреди матушки Волги, потому что вот в ту сторону тоже километр. Необитаемый остров, мы здесь одни. Я уже давно этот остров полюбил, заприметил, и теперь останавливаемся только здесь. Вот он наш мини-бар, друзья. Вот здесь, что хотите, то и берите. Даже винишко есть. Беленькая водка, золотая. Винишко. Квасочек, минералочка. А вот это вот веревочки, это не просто веревочки. Вот как вы думаете, что это за веревочки? Сейчас я вам покажу. В этот момент я должен был из воды достать двух самов под ваши бурные аплодисменты. Но, увы, ребята, эти самы запутались за коряги. Поэтому освободили мы их почти в самом конце нашего отпуска. Но все-таки освободили и съели. Чем мне нравится наше место, что здесь доступны все виды рыбалки. Хочешь тебе ночная рыбалка. Хочешь тебе дневная рыбалка на поплавочек в заливе. Хочешь сом на квок. Да что угодно, ребята. За эти две недели, какую рыбу мы только не ловили. И каким только способом мы не пользовались. Но, как говорится, пипец подкрался незаметно. Задулся сильный южный-юго-восточный ветер. Местные здесь его называют морян. Потому что он дует против течения и поднимает просто гигантские волны. На воду не выйдешь. Рыбалки никакой. Ну, короче, сиди, кури, пей, ешь. Ты просто наслаждайся ветром. А что еще остается делать? В Москве смог из лесных пожаров. А здесь, ребята, пыльная буря. Вот так это выглядит на Нижней Волге. Зрелище, хочу вам сказать, так себе. Деревья все качает. Палатки сносит. Противоположного берега просто не видно. Но мы успели подготовиться к этому урагану. И стратегический запас самов на веревках у нас уже плавал. Поэтому без рыбы мы не сидели. И спокойненько наслаждались самячей копчушечкой. А это, я вам хочу сказать, ну очень вкусно. А вообще, сом с точки зрения кулинарии очень ценная рыба. Что мы из него только не делали. И жарили, и коптили, и варили уху. И даже сподобились приготовить плов, ребята. Это такая вкуснотища. Рекомендую всем, у кого окажется кусочек сама под рукой. Тем временем ветер продолжал дуть и не собирался стихать. Как вы видите, от нашего тента остались только одни обрывочки. Поэтому мы избрали такую тактику, что берем стол и переставляем его в тень. Там, где нет солнышка, там и стоит наш стол. И так, ребята, это хлеб походу кусочек, если кто-то еще не понял. Пастушьи лепешки. Нет, рыбацкие лепешки. Хоть на отсутствие рыбы было грех жаловаться, потому что рыбу мы ели практически каждый день. Однако в этом видео вы практически ничего не видите про рыбалку. Потому что, ребята, как говорили мои друзья, которые стояли в соседнем лагере, им не очень везло в этом году с рыбалкой. Мы же сюда не на рыбалку приехали, а отдыхать. Вот и я со своими друзьями тоже сюда приехал отдыхать и общаться. Чего стоят вот эти рассветы и закаты, которые есть на Нижней Волге? Только ради одного этого стоит сюда приезжать каждый год. Вот на этом и заканчивается мой рассказ про Нижнюю Волгу. Потому что отпуск подходит к концу и пора собираться домой. Вот, ребята, я и дома. Как вы видите, обратно автомобиль едет не менее загруженным, чем туда. И хоть в этом году не очень повезло с погодой, потому что почти все время дул ветер и рыбалка была так себе. Но зато, как всегда, повезло с компанией. Отдохнули на славу, повеселились, покупались, да и рыбки поели, что там греха таить. Поэтому, выгружая автомобиль, я опять становлюсь деревенским блогером. Так что смотрите, ищите мои деревенские видео. Ну, а с вами увидимся. Пока, ребята.